С вами Аромакод, а это наш Аромабокс. Всем привет, меня зовут Ева Чехова, я приветствую вас на канале Аромакод. Мы приготовили для вас новую рубрику, мы никогда не показывали их раньше на ютубе, только в нашем инстаграме. Это Аромабоксы. Сегодня я расскажу про самый актуальный Аромабокс, он называется Осенний Флёр. Это будет 6 ароматов, они очень разные, о них я тоже расскажу обязательно. Но то, что их объединяет, это то, что они вечерние, они очень стойкие и шлейфовые, и каждый аромат прекрасно подойдет для выхода в свет, для каких-то торжественных мероприятий или для особого случая. А еще мы сегодня немного заглянем за кулисы, и я вам покажу, как же делается распив, ну и собственно рассмотрим весь Аромабокс. Подписывайтесь на наш ютуб канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Давайте мы начнем с Аромабокса, я покажу. Вы, пожалуйста, пишите ваши комментарии, интересно ли вам смотреть за распаковкой, хотите ли вообще знать, что включено в Аромабоксе. Я уже сказала, что этот Аромабокс называется Осенний Флёр, это все осенние ароматы, их здесь 6. И Аромабокс это прекрасный вариант для того, чтобы попробовать ароматы, поразнашивать, понять, насколько они именно вам подходят, какой больше нравится. И иметь 6 осенних ароматов, мне кажется, всегда лучше, чем один, это точно. Итак, Аромабокс вот в такой коробочке вам придет, он завязан атласной лентой. Мне вот жаль всегда развязывать такие вещи. Итак, распаковываем, снимаем ленту, и здесь будет 6 ароматов. Вот так это выглядит. 6 ароматов, это пробные варианты, то есть это все по 2 мл. На каждом наклеена наклеечка, чтобы вы могли различить, что это за аромат. Здесь есть пульверизатор. Показываю, как делают распив. Мне кажется, что это всегда что-то, что остается за кадром. Я вам могу сказать, что я делала это ровно не сколько раз. Поэтому для меня это тоже очень интересно. Итак, есть 6 оригинальных флаконов, то есть это набирается все ниоткуда-то там, из какой-то непонятной бочки. Это все набирается из оригинальных флаконов. Я вам покажу на примере вот этого флакона. Это флакон Байреда. У меня есть шприц. Он с иглой. Все по-настоящему. Есть пустая колба на 2 мл. С тем самым пульверизатором. И есть вот такая штучка. Я сейчас буду все это показывать. Итак, я уже сказала, что вот здесь просто сняли. Надеваю на шприц. Надеваю вот сюда. Я немного наберу для того, чтобы просто вам показать, как это делается. То есть все происходит без доступа воздуха. Нажимается и, собственно, шприцом набирается аромат. Видите, вот он уже начинает там булькать и набирается. То есть здесь нет воздуха. И так вот постепенно набирается аромат. Я немного наберу. Затем можно при помощи иглы. Можно просто снять вот эту штучку. И все это вливается сюда. Но я тут набрала, не знаю, даже не миллилитр. И защелкивается, закрывается. То есть она более плотно закрывается. Я просто, чтобы на себя не брызнуть. И сюда наклеивается наклейка. И так получается вот те самые 2 миллилитра. То есть все набирается из оригинального флакона. Без доступа воздуха для того, чтобы не было ничего лишнего. Для того, чтобы не терять какую-то стойкость. Или еще что-то, как может показаться. То есть все это набирается. Есть, возможно, вы видели такие тревел-флаконы. Они тоже набираются. У них есть снизу такая же штучка. Ну, действует по такому же принципу. В них можно пшикать. Но у нас это делается именно вот так. И потом можно там при помощи иглы это все наполнять. Вот эти колбочки. На них наклеиваются наклейки. И вот так раскладываются. То есть это оригинальные флаконы. Без доступа воздуха. При помощи шприца. Вот таким образом делается распир. Теперь давайте перейдем к ароматам, которые есть в аромабоксе. Про них тоже хочется рассказать. Как я уже сказала, их шесть. Они все вечернего направления. И первый аромат это Мемо Аргентина. Конечно же, как уже понятно по названию, аромат посвящен Аргентине. Ее природным и, конечно же, парфюмерным богатствам. Выпущен он в 2020 году. Относится к группе Цветочный Восточный. Аромат Аргентина это коллекция Artland. Это относительно новый аромат. 2020 год. И для меня лично это аромат про розу. И, конечно же, про танго. Это самая яркая ассоциация, которая вообще воспроизводится сразу в голове. Вот эта картинка, это называется, кстати, танго-птиц. То есть птицы, называемые Хорнера, они зазывают своих партнеров, очень громко поют. И создатели говорят о том, что это ровно так же, как в танго. Поэтому картинка Мемо к коробкам прикладывает открытку. И вот на ней всегда изображена вот эта картинка. Она называется танго-птиц. И вот как раз я уже очень хорошо слышу аромат. Я в самом начале сказала, что все ароматы бокса очень стойкие и очень шлейфовые. Это однозначно с блоттера ощущается вот так. И если бы у меня рука, знаете, выдвигалась, то я бы слышала и на расстоянии 3 метров однозначно шлейф. Итак, розовый перец в верхних нотах. Я практически не слышу перца. Я бы вообще этот аромат по нотам не раскладывала. Это классическое сочетание роза-уд, всеми любимое. Но здесь оно очень хорошо обыграно цветочными мотивами. Здесь есть жасмин, египетский жасмин в том числе. И это очень вкусно. Аромат согревающий, страстный. Он про какую-то сексуальность, знаете, но не пошлость и не вульгарность. Вот именно про какую-то такую скрытую сексуальность, какой-то яркий танец, красный цвет. Вот что-то такое страстное, вечернее, очень яркое. Аромат горячий, я бы сказала, даже не то чтобы согревающий роза-уд, создают вот это ощущение теплого, горячего, воздуха, накаленного, вот этой, возможно, страстью, да. В танце разгоряченный. Обязательно женщина с цветком в волосах, опять же, красным. То есть это классическое сочетание роза-уд, но из-за того, что здесь есть еще цветы, из-за того, что здесь есть мягкие компоненты, они сглаживают все очень, делают более кремовым ароматом. Но все же это аромат про розу, и он однозначно вечерний на тысячу процентов. Для каких-то торжественных случаев, специальных каких-то мероприятий, возможно. Почему бы и нет аромат для, знаете, такого, может быть, не для красной дорожки, но для какого-то очень яркого, эффектного появления. Очень стойкий шлейфовый шлейф, дальше двух метров однозначно, особенно если будет ветер. Следующий аромат от Bybosa, называется он Immoral, выпущен в 2021 году. Это новинка, древесный шипровый, парфюмером стал Поль Эмильен. Создатели аромата говорят о том, что Immoral создавался одновременно с Nota Girl, и это как черное и белое, как ангелы и демоны, в общем, как цвет и тьма. И вот как раз Nota Girl это чистота, это что-то такое очень светлое, чистота и прозрачность. А в Immoral заключены и чистота, и свет от Nota Girl, но еще и что-то какая-то добавлена, своя перчинка. Для меня это однозначно, знаете, такая одна общая территория с Кирки и Эрбапурой. Я не могу этого не сказать как специалист, потому что однозначно я все это слышу. Я уверена, что все, кто хоть немного знаком с ароматами, которые я перечислила, почувствуют сходство. Но для меня лично, говорю сразу свое впечатление, Кирки, вот для меня лично на мой нос, прям повторяю это в третий раз, это вообще не носибельный аромат, хотя он у нас является лидером продаж, всеобщим любимчиком его обожают, и у Тициана Теренси это самый, наверное, известный аромат. Кажется, что до Кирки вообще ничего не существовало. Но для меня он слишком такой вот, знаете, там такой зубодробильный мускус, он прям очень-очень для меня, это ассоциация, вот там есть песочные ноты, они называются, и вот для меня прям ощущение, создается песка, будто я иду по пустыне, по горячему раскаленному песку. Вот этот аромат, он одновременно чистый и прозрачный, в нем есть что-то такое кристальное, вот прям, знаете, звенящая такая чистота, и при этом же он горячий, фруктовый и мускусный, это тоже здесь есть, ну, нельзя этого исключать. Я думаю, что ту самую вот чистоту и кристальность, которую я слышу, дает ландыш, он находится в средних нотах, потому что он никуда не уходит, то есть вот мне кажется, опять же, для таких, как я, для кого Кирки слишком громкий, вот этот аромат, он более носибельный, не могу сказать, что он однозначно вечерний, вижу его и днем, но в очень умеренных таких дозах. Для вечера он будет прекрасен, особенно в прохладную погоду, 12 часов и выше стойкость на коже, шлейф дальше 2 метров, для офиса я бы не советовала, для остальных случаев прекрасен. Следующий аромат от Каджал, он называется The Hub, выпущен он в 2015 году, группа Восточные ароматы. Бренд Каджал Перфюмс был создан с любовью к роскоши, к роскошным парфюмерным изделиям. Вот этот аромат был вообще посвящен золоту, это некий такой гимн золоту. Вообще Каджал, это, ну, схожи от 2 таких, 2 версии происхождения слова, одна из них это посвященная красоте, Каджал в индийской культуре, это как бы перевод слова Сурьма, то есть это краска черная, которая как раз подводит глаза. Есть еще арабское слово Хаджал, которое обозначает какую-то застенчивую, скромную женщину. Я, возможно, неправильно произношу, уж прошу меня простить. И, как я уже сказала, аромат задумывался как гимн золотому или дань золоту, все что угодно. И создатели говорят о том, что, ну, и звучать он должен так же, и носить его нужно в таких же каких-то очень особенных случаях. Но при этом они не исключают, что повседневная носка тоже возможна. И для меня это очень вкусный аромат. Яблоко Грейми Смит и Бергамот в верхних нотах. Я слышу яблоко отчетливо. Даже если бы мне не сказали, то я бы подумала, что это зеленое, кисленькое яблоко, возможно, немного фруктовое. Создатели говорят о том, что аромат нужно носить зимой, либо в очень холодную погоду, возможно, даже очень ветреную. Знаете, такая для меня что-то похожее на, если сравнивать с Россией, то это Питер, вечный типичный Питер с его холодными ветрами. Вот что-то такое, какая-то холодная погода. Ну, нам с вами до жары очень далеко, поэтому сейчас это самое актуальное время, когда его можно носить. И как раз аромат, они больше говорят о том, что он восточный, такой вечерний, для каких-то особенных случаев. Опять же, повседневный почему нет, если вы любите тяжелый аромат, потому что он для меня такой, знаете, не сказать, что он тяжелый в носке, вот именно такой он, не какой-то легкий, а вот он скорее как такое облачко, как какое-то золотое украшение, которое ложится, и вы прям чувствуете его вес, ощущаете точно. Аромат однозначно восточный, с характером, поэтому версия аромабокса, мне кажется, что это идеальная версия. Поносить, понять, душит ли он вас, либо наоборот, вы в восторге. Но, кстати, про этот аромат, если почитать отзывы, ему уже достаточно много лет, поэтому отзывов много, и все говорят о том, что мускус, который многих в парфюмерии душит, там, ну, каких только нет ассоциаций с мускусом, вот здесь никак не беспокоит, он однозначно не замыливается, но при этом он и не, знаете, не удушающий какой-то. Для меня, как я уже сказала, вначале это яблоко, но потом он превращается в ягоды, возможно, какая-то земляника, ну, какие-то лесные ягоды, вот именно такие дикие, только что собранные, и, возможно, их положили в миску и посыпали сахаром для того, чтобы варить варенье, вот они немного должны полежать. То есть для меня это что-то засахаренное, то есть я здесь тоже чувствую какую-то шершавую текстуру, при этом тут же есть смолы, какие-то деревяшки, вот смолы именно, кедр каких-то таких деревьев, и при этом здесь есть дерево и мускус тот самый, который здесь меня тоже абсолютно не беспокоит. Аромат однозначно роскошный, у него шлейф такой шикарный, очень много комплиментов собирает, но, опять же, важно, так как он не совсем простой, он все-таки с характером, важно его поразнашивать. Шлейф дальше двух метров, особенно если ветер, стойкость 12+, на коже, на одежде будет очень долго держаться. Следующий аромат называется La Venture, это приключение, от Alia Romaine, женский аромат, выпущен он в 2017 году, относится к группе цветочные и фруктовые. Я, наверное, вас обману, если скажу, что он не похож на женский Aventus от Creed, конечно же, похож, причем многие говорят о том, что это аналог Aventus, но за гораздо-гораздо-гораздо меньшую стоимость, и при этом, вы знаете, многие говорят о том, что вот этот аромат, он более стойкий, даже чем Aventus, хотя уже многие ругают Aventus за то, что он перестал быть таким стойким, как раньше, поэтому, если вам нравится тематика женского Aventus, если нравится ананас и черная смородина, это все здесь ощущается однозначно, по мне очень похож, но здесь черная смородина, по мне, более отчетливо ощущается, для меня в Aventus больше ощущается ананас, я его там отчетливо слышу, причем бергамот тоже, но вот здесь, на мой нос, больше черной смородины, она такая кисленькая, при этом чуть, ну, наверное, не терпкая, вот именно кисленькая, такой вкус, черная смородина, не смогли передать, при этом он тут же с бергамотом, то есть цитрусовый, никуда не уходит, но ананас здесь вот для меня, он очень-очень, если есть где-то, то только в отдалении, я его практически не слышу, здесь есть деревяшки, однозначно мне их сюда положили, по шлейфу хорошо, дальше полутора метров точно будет ощущаться, мускусно-амбровая база, здесь есть сандал, здесь есть кедр, мускус вообще никаким образом здесь не вносит свои коррективы, в плане того, чтобы что-то испортить, он себя очень политкорректно ведет, аромат звучит дорого, это точно, ну, не может аналог Авентуса в данном случае, да, абсолютно точно звучать как-то совсем химозно и дешево, я не слышу здесь ничего подобного, химозного, аромат звучит достаточно свежо, дорого, имеет хороший шлейф, стойкость высокая, я уже сказала, что выше, чем у Авентуса, опять же, про него не могу сказать, что он истинно вечерний, мне кажется, он для дневных встреч, каких-то, может быть, неформальных, прекрасный вариант, в офис, не советовала бы его носить только потому, что он достаточно шлейфовый, и стойкость у него высокая, но если любите носить такие ароматы, то уж тут точно никто не запретит. Следующий аромат это Floral Mask от Atar Collection, аромат-новинка, выпущен в 2021 году, относится к группе Восточные Цветочные. Создатели говорят о том, что они вдохновились большой белой мечетью, которая находится в Абу-Даби, она одна из самых красивых, больших мечетей в мире, и они вдохновились, ну, как видите, и по форме золота, и купола, и все остальное, конечно же, это их вдохновило, и многие говорят о том, что вот это, это такая сильно причесанная и аккуратная версия Baccarat Rouge от Францисса Киркджана, но для меня, если это и Baccarat, то это точно не классическая Baccarat, а Baccarat Extract, но сходство я слышу только в начале, все-таки, насколько у нас у всех разное восприятие. Аромат однозначно восточный, не мыльный, здесь ничего нет подобного, очень теплый, согревающий, вот почему многие сравнивают с Baccarat, все-таки есть вот в нем что-то, знаете, здесь в верхних нотах жасмин и бархатцы, в базе тоже есть мох, мох всегда выдает, он может давать некую медицинскую ноту, вот я сказала, всегда может давать иногда медицинскую ноту, и я, например, в Baccarat Rouge классической слышу огромное количество бинтов йода и вот всего, что пишут на мой нос однозначно так. Но экстракт Baccarat я обожаю, я ношу его с огромным удовольствием, вот это один из моих любимчиков под настроение, прям великолепно, никакой медицины, ничего подобного. Здесь для меня, наверное, больше цветов, это бархатцы однозначно, причем, знаете, вот у меня смешная ассоциация, когда готовилась к выпуску, я такая сразу, понятно, бархатцы у меня ассоциируются с летней практикой в школе, мы, у нас была практика почему-то в классе биологии, ну вот насколько я это помню, уже не помню почему, и мы выходили во двор школы и высаживали бархатцы, то есть они отгоняют разных вредоносных всяких этих мошек и так далее, потому что они очень сильно как раз пахнут, и определенный у них специфический запах, я однозначно здесь это ощущаю, и вот недавно мы тоже гуляли по Александровскому саду, и там очень много бархатцев высажено, и просто аромат стоял на весь Александровский сад, пахло именно бархатцами, я не могу сказать, что меня этот аромат отталкивает, все прекрасно, он теплый, очень пряный, сразу представляется оранжевый цвет, здесь есть карамели амбра в средних нотах, я слышу отчетливо карамель, но для меня эта карамель жженая-жженая, уже почти горелая, то есть знаете, не такая мягкая сливочная карамель, вот соленая, которая перекатывается, может и не соленая, почему нет, но для меня это вот карамель уже такая жженая-жженая, Жареная, которая уже никуда не перекатывается, ее уже практически невозможно отсоединить от той поверхности, на которой ее готовили. По стилю этот аромат, как вы понимаете, если он схож с Бакараруш, он очень теплый, согревающий, звучит дорого, и мне кажется, даже торжественно как-то он обязывает. Я лично не представляю его с какой-то футболкой и с обычными джинсами, то есть он как-то обязывает для того, чтобы его носить, да, сразу хочется выпрямить плечи, осанку как-то выпрямить, то есть как-то вот он обязывает для того, чтобы его носить. Шлейф заполняет всю комнату, поэтому если любите быть в центре внимания, то это точно ваш вариант. И завершающий шестой аромат, это новинка, аромат выпущен в 2021 году, Кашмиран от Reglion, относится к группе Восточные Цветочные. Знаете, я бы не смогла разложить опять же этот аромат на ноты, вот для меня это точно красный цвет, прям создатели все-таки не зря столько занимаются маркетингом для того, чтобы мы проводили ассоциации. Для меня вот этот аромат это точно роза-ут, классическое сочетание, здесь малина, красные ягоды находятся в верхних нотах, но для меня вообще не раскладываются ноты, то есть здесь малина чувствуется, это 100%, какие-то ягоды чувствуются. Пробуя их все вместе, я могу сказать, что вот этот аромат для меня очень схож с мема Аргентина, но вот этот, например, более сладкий и более пудровый. Здесь есть фиалка и ирис, они точно запудривают аромат, то есть он даже более становится такой пудровый, немного кремовый. То есть вот этот, он горячее, он более согревающий, для меня он даже горячий, не просто теплый согревающий аромат, вот буквально горячий. И за счет сочетания роза-ут на мой нос, самую малость, знаете, не то чтобы медицинский, но вот роза-ут мне очень часто выдает такое же сочетание, как роза-шафран, то есть вот такой немного медицинский, но ни в коем случае не отталкивающий. Вот именно текстура такая очень теплая, согревающая, вот буквально как кашемировый свитер. Бензоин и сахарная вата находятся в базе, и я уже сказала, что для меня не раскладывается на ноты, но чуть позже, часа через три, я нанесла первый раз на блоттер где-то раньше, там часа четыре назад, и затем он становится как раз более сливочным, более карамельным. Вот для меня все-таки сахарная вата, она совершенно не такая, как в Love by Killian, там прям совсем, да, что-то такое приторное. Вот здесь она как раз скорее тоже про какую-то сженую карамель, для меня нет ассоциации с сахарной ватой, вот именно что-то такое кремовое, чуть сженое, уже похожее немного на горелое. Очень согревающий аромат, наверное, два самых теплых аромата для меня это вот сочетание роза-ут, это 100%, то есть это Аргентина и это Кашмиран. Шлейф дальше двух метров, стойкость такая же, как и у всех ароматов отменная, по мне он истинно вечерний, очень дорогое звучание, но он вот такой с характером, восточный, поэтому я бы советовала его поразнашивать, дать ему несколько шансов, поносить ему в разную погоду и посмотреть, как он будет себя вести именно на вашей коже. Итак, сегодня я рассказала вам про наши аромабоксы, вот такая коробочка, но она еще будет с лентой, как вы помните. Вот этот аромабокс, про который мы сегодня говорили, называется осенний флер, вы можете заказать его на нашем сайте aromacode.ru, либо в одноименном инстаграмм aromacode.ru. Если вам нужна еще будет какая-то помощь, то наши операторы с удовольствием вам помогут, вы можете звонить, писать ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, нам очень важно рассказывать ли нам вообще про аромабоксы, интересно ли вам это, потому что у нас их много, нам хочется о них рассказать, нам хочется создавать новые, благодаря вашему комментариям мы это будем делать еще лучше и интереснее для вас. На сегодня это все, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, увидимся в следующих выпусках.